А российским мобилизованным разрешат бесплатно заморозить сперму, а их семьям дадут квоты на лечение бесплодия. Какая глупость. У нас, кто работает в операции «Примерь» пилот Кучмобика, они, я думаю, решат этот вопрос и со спермой, и с бесплодием. Мы лечим бесплодие всех жен совершенно спокойно. Так что пусть они спермы не замораживают, нам спермы хватит на всех. Пусть они даже не парятся на этот счет. И еще раз подчеркиваю, мы проводим операцию, которую некоторые называют «Пилотный проект», некоторые называют «Примерь» пилот Кучмобика. Связана она с тем, чтобы жены мобилизованных не скучали, пока их мужей убивают, и они ждут, когда им пришлют 7 или 12 миллионов, когда пришлют миллионы. Так что всем нашим партизанам, говорю, еще партийное задание – трахнуть хотя бы по одной жене мобилизованных. Обязательно это. И доложить об этом, трахнуть, и быть, и доложить. Так, ну, чтобы они мялись, чтобы они не скучают, а то они думают, что таких-то трогать противно. Ну, это я понимаю. Ну, куда деваться? Куда деваться? Кто-то, у кого-то вообще аллергия на бензин, но они занимаются операцией «Примус». Но здесь, может быть, аллергия на таких женщин, да, ну, куда деваться? Тем более, что они же не все такие. Слава, это перебор. Как это перебор? Это как раз то, что надо. Как раз то, что надо. Представляете, каждый вот боец, если это пойдет волна такая, каждый боец в своем окопе будет знать, что Молтаусу у него танк с табуреткой, у него еще, если кто-то может оказаться тяжелый, да, с икрой, когда он вернется. А может, он и не вернется, а 12 миллионов пришлют. Представляете, какие мысли у этого бойца хорошие такие возникают? Елена пишет, я не хочу их трактить, они у меня сексуально-апатичны. Елена, ну, к вам это мы и таких вопросов не задаем. Вы можете как-то игнорировать эту операцию. Это я к тем мужикам, которым пофигу что-то трахать, они трахают все, что шевелится. Ну, так надо сосредоточиться на конкретном выполнении вот этого задания. Хочу пилот Кочмобик. Кочмобик будет доволен. Гаврюшне, Евгений, а зачем сюда писать? Вы хотите пилот? Если хочешь быть счастливым, будь им. Помните Козьма, Брудков? Если хочешь пилот Кочмобик, а ну что ж? Значит, действуй. У меня гадские пластиковые рога подойдут. Классно. Вячеслав, не пошли. Ты ведь умный человек. А, Ирин. Ну, как пошлость и ум связаны. Я знал масса суперумных людей, у которых была сплошная пошлость и черный юмор. Но вы знаете, пошлость – это тоже оценочное суждение, да? То есть, что для одного пошлость, для другого очень смешная шутка. Я могу сказать, что для меня пошлость – это то, что скабрёзно и при этом не смешно. Если какая-то сальная шутка смешная, то она для меня не может быть пошлой, насколько бы она глубока вот в этой грязи не окуналась. Для меня один из самых любимых анекдотов, самый пошлый. Помните, я как-то рассказывал вам, когда мне один человек во время выборов какой-то конец 90-х годов был. И он мне говорит, 98-й выбор в Госдуму, 29-й выбор в Госдуму. И он мне говорит, спорим, я знаю, самый пошлый анекдот. Я говорю, я знаю, пошли, сто процентов. Он говорит, ну, давай поспорим. Мы с ним поспорили. Я говорю, рассказывай. Он начинает рассказывать. Я говорю, стоп, ты выиграл. Он говорит, почему? Я говорю, потому что я хотел тот же самый анекдот рассказать. Ну, это про брата на дискотеке анекдот. Вот, понимаете, анекдот чудовищный совершенно, чудовищный. Но смешно, смешно. Поэтому, и это уже для меня не пошлость, если это смешно. Послость – это то, что грязно и не смешно. Но это для меня. А вы это как угодно можете. Возмущаться, послость. Ну, и женщины возмущаются. Конечно, для них это слишком так грязно. Слишком грязно. Ну, куда деваться? У нас же война. Понимаете? Война. А на этой войне все средства хороши. И вот то, что мы придумали, если это будет волна, да, то как бы противно, омерзительно это не было, это будет прекрасно. Представляете, как там будет башню рвать на этом? Там будут, знаете, стрелять командиров. Там будут, знаете, устраивать побеги. Там будет ревность. Челоси, да. Это одно из самых сильных чувств человеческих. И пробудить ревность в этих людях, которые сидят в окопах, это значит, уже победить нахер Путина. Вот представьте себе на секунду, что все эти люди, да, начали ревновать. Вот просто. И там сидят и думают, сейчас у его бабы там кто-то лежит под боком. Да ладно, лежит, да. А если... И так далее. И все. И больше ничего не надо. Он хочет домой. Он не хочет воевать. Он хочет разобраться с этим или не допустить и прочее-прочее от семенителя до своей жены. Вы что же это? Это же нормально. Франсуар Аблетт тот еще пошлят. Ну, да. Я помню, когда я впервые прочитал Гарганчуай Пантагруэль, мне было лет 11 или 12. Я охерел вообще. Просто охерел. Помните, как река Сена появилась. Там он описывает, что одну даму, Панурка, хотел там склонить к сожительству. Она его послала. И он разрезал течную суку на части и спрятал в складках ее платье. Она пришла в храм, да. И туда там собралось бешеное количество кобелей, которые пытались ее оттрахать. Она там в храме укрылась. А потом они все начали мочиться на угол этого храма и начал бить ручей из этой мочи. И потом река Сена. Я же не помню, какая река там появилась. Это я прочитал в 11 или в 12 лет. И мне было все понятно. Я знал, что такое менструация. В 11 лет. Я помню, мне 10, наверное, было. В 11 мы маленького отправляли такого шестилетнего. У нас ларек прямо перед домом был. И мы говорим, ты подойдешь там с денежкой менструации? Тетя, у вас есть менструация? И вот этот маленький подходит. Там что-то говорит, она не слышит туда, я-мое, в советский период. Ну, так, мы троллили. Посло это? Ну, наверное. Мне сейчас это... Да мне смешно, на самом деле. Я вот сейчас говорю, что... Ну, да, это такая детская шутка. Это было не смешно. Ну, смешно. Сам факт, что шестилетний подходит все к тете. Ну, смешно. Слава, не стоит к этому призывать. Оно и так так будет. Вадим, вы не понимаете. Это будет. Это я понимаю. Но когда я об этом призываю, к этому призываю, об этом начинают говорить. Мне не важно, есть это или нет. Мне важно, чтобы это было в информационном мире. Чтобы учмобика в башню сносило от этого. Понимаете? Я раскручиваю это. Понимаете? Я мультиплицирую это. И это как раз информационное оружие. Когда можно мультиплицировать эффект. Поэтому не обижайтесь на меня. У нас нет другого выхода. У нас нет другого оружия. Никто, блядь, мне стингер не дал ни хера с джавелином. Если дали, я бы такой хернёй не занимался. Но у меня этого нет. И поэтому я пользуюсь тем, что у меня есть. У меня есть башка. Самый пошлый – это анекдот про беременную проститутку мужика. Я не согласусь с вами. Это нет. Это не самый пошлый. Вот брат давно на дискотеке гораздо пошли. Ваньку в Бахмут, а к Маньке Махмут. Ваньку домой двухсотым грузом, а там уже Вазген с большим кукурузом. Очень смешно. Это вообще очень хорошо. Вообще гениально. Просто гениально. И вот именно такие вещи и надо запускать. Это вот как раз то, что на мозг очень хорошо в таких условиях воздействует, когда у человека изменённое сознание. Мне в своё время ревность спасла. Я, помните, говорил, когда после госпиталя военного весь разрезанный, как рыба выпотрошенный, попал вместо, отпуска в комендантскую роту. Зачем я туда попал? Хер её знает. Меня не на границе. Это отпуск при части был. И меня там дежурник попросил, говорит, ты подмени меня. И у меня такое состояние было. Прямо единственный раз в жизни у меня было суицидное состояние. И у меня ключи от оружейки. И я так все в голове думаю, вот у меня сейчас вообще проблем нет зайти в оружейку, взять автомат и стрельнуться. И как-то такое странное состояние. Зашёл в ленинскую комнату, достал сигареты, закурил и стал копаться. И достаю пластинки из Кругозора. Помните журнал Кругозор? А там такие гибкие пластинки были. И там Don't Stop Me Now и Jealousy. Фредди Меркови, ну, Квин. И я поставил, послушал. И так жизнь налаживается. Да, как в том анекдоте про алкоголика. Помните, когда алкаш с похмела мучается, взёрнутся охота, взял верёвку, мыло и пошёл в сарай вешаться. Заходит в сарай, смотрит, бычок лежит такой достаточно большой. Взял, поднял, прикурил, затянулся. Смотрит, ни хера себе. Её в стакане-то портвейн стоит. Осталось от кого-то. Раз портвейн долбанул портвейшку, курит, смотрит на верёвку. Чё это я? Жизнь-то налаживается. Вот так и я прослушал Jealousy ревность. И вот тогда меня ревность спасла. Но я не думаю, что она спасёт многих в её реальном варианте. Поэтому я не знаю. Может быть, я даже и без всякой ревности бы не стрельнулся бы слишком в таких делах устойчивый человек. Но тогда у меня мысли такие были. И после, ни до этого, ни после этого таких мыслей у меня не было никогда. И не будет. Смотрю Мальцева, вижу Шарикова из «Собачьего сердца» по Булгакову. Дмитрий Щёлков прекрасно. А где вы Шарикова видите? Я не понял. В Мальцеве вы Шарикова видите? Ну, это было бы классно, если бы все Шариковы были такие, как Мальцева, а все Мальцевы такие, как Шариков. И чёрт, да?